Привет, друзья! Сегодня очередное видео по улучшению качества жизни. И, как обычно, я рассказываю о том, как можно улучшать жизнь с помощью каких-то простых методов, связанных с тем, что вы делаете каждый день. Представлюсь, меня зовут Шевченко Александр, и я основатель Академии Счастья. Я занимаюсь такой практикой, которая помогает человеку стать более осознанным. То есть осознанным, счастливым и радостным. То есть каким образом я это делаю? Расскажу сначала вкратце, чтобы было понимание. То есть я нахожу нечто в своем сознании, в сознании, ну скажем так, планеты, в сознании общества, там, других людей. То есть то, что в пространстве не является чистым. И потом я работаю с этим для того, чтобы очистить. Как я это делаю? Если я работаю с другим человеком, то мы вместе с ним находим те случаи в его жизни, когда у него было страдания, боль, горе, негативные эмоции, боли, бессознательность. Когда мы находим эти случаи, то мы эти случаи рассматриваем как есть. То есть несколько раз или большее количество, сколько необходимо, я помогаю человеку посмотреть на них. Иногда это бывает больно, иногда это бывает неприятно. Но в то же время я провожу человека через эти случаи до того, пока он не удалит оттуда весь негативный заряд. Негативный заряд это как раз вот и есть. Это боль, бессознательность, негативные эмоции, которые скапливаются в пространстве, в уме человека, в его теле. И заставляют его страдать, болеть. Отсюда происходят, по сути, все психосоматические заболевания. И уже с помощью новой германской медицины полностью доказано, что все болезни идут через ум. То есть через психосоматику. Можно сказать так, что предысторией или основным, что предрасполагает к заболеванию является ум человека. То есть даже когда человек, по сути, попадает в несчастный случай, то причиной этому является ум. Потому что ум приводит человека к этому состоянию, к тому, что он попадает в аварию, попадает в какое-то неприятное состояние, и ему становится хуже. Поэтому мы идем, заходим через ум. И через ум мы лечим тело. То есть если это уже проявилось в теле довольно сильно, то есть имеется в виду, есть органическое нарушение, то необходимо довольно длительное время, чтобы тело восстановилось. Так как тело имеет такую, видишь, как задержка общения. По сути, это все имеет задержку общения, что касается нашей материальной вселенной. Потому что, чтобы произошли изменения в теле, необходимо время. И это время необходимо подождать после того, как у человека произошли умственные улучшения. То есть после того, как был удален весь негативный заряд. И вот получается, что мы таким образом лечим психосоматику. То есть исцеляем, если правильно сказать. То есть потому что лечение, ну люди бывают, подразумевают по-разному. И там некоторые считают, что необходимо просто, ну не знаю, обратиться к врачу, выпить какое-то лекарство. Это будет лечение. Нет, таким образом мы можем каким-то образом скорректировать симптомы того заболевания, которое есть. Но чтобы полностью, скажем так, справиться с заболеванием, необходимо глубинные изменения на уровне ума, на уровне души и на уровне, ну скажем так далее, уже тела. После того, как тело исцелено, конечно же, можно уже дальше продолжать духовную работу. То есть что я называю духовной работой? Потому что некоторые люди, когда я говорю о духовных изменениях, понимают, что там необходимо, не знаю, молиться Богу или там идти в церковь. Нет, этого не нужно делать. Вы можете сами, ну скажем так, производить духовные изменения в своем пространстве. Все очень просто. Когда вы осознаны, когда вы здесь и сейчас, вы наблюдаете то, что происходит с вашим умом и с вашим телом. Потому что вы, по сути, это осознание. Осознание того, что происходит. И когда вы осознаете, то вы можете таким образом, ну скажем так, исцелять свое тело уже осознанно, то есть самостоятельно. Сначала я помогаю вам, как человек, ну который знающий, который прошел это, который обладает технологией и помог себе и помог другим людям в улучшении состояния. А потом вы делаете уже это самостоятельно. Опять же, я обучаю этому, как правильно делать это уже самостоятельно в соло режиме. И таким образом, по сути, я приглашаю вас пройти эту процедуру. Она называется auditing. То есть, auditing от слова слушание, процессинг еще можно сказать, потому что мы рассоздаем те негативные процессы, которые запущены в вашем уме. И поэтому вы можете писать мне, звонить, пишите комментарии, вопросы под этим видео. Также добавляйтесь в друзья в соцсетях. И, конечно же, если вам понравилось это видео, то ставьте отметку нравится и делайте перепост в вашей соцсети, чтобы ваши друзья тоже могли узнать об этом. Хорошо, на сегодня все. Увидимся скоро в следующем видео. До встречи.